Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор компаний Тикмил и с вами я, Артур Идиатуллин. С момента написания вчерашней статьи о продаже краткосрочных и покупке долгосрочных облигаций казначей из США только усилились. Спред между 10-летней и 2-летней бумагами снизился с 0,15% и 0,11%. И складывается впечатление, что рынок становится действительно серьезно беспокоен ошибочностью планов и намерений ФРС. После первоначальной положительной реакции на встречу в Аргентине, цены на нефть растеряли часть роста. В среду рынок был обескуражен данными по коммерческим запасам в США, которые указали на высокие темпы добычи, несмотря на значительную коррекцию цен недавнюю. К тому же экономические трудности во второй по размеру экономики мира Китая вызывают опасения по поводу перспектив глобального спроса на нефть. Давление на цены в среду оказали данные Американского института нефти. Они вышли вчера во вторник, которые указали, что запасы в США выросли на 5,4 млн баррелей на неделю, оканчиваясь 30 ноября. Общий совокупный объем резервов достиг 448 млн баррелей, что чуть ниже среднегодового, пятилетнего среднегодового уровня. Текущее состояние запасов и темпы добычи американских нефтяников можно отнести к первым таким слабым признакам перенасыщения рынка. Позже сегодня будут опубликованы данные от энергетического департамента США, которые, вероятно, подтвердят опасения трейдеров, так как инфраструктура по транспортировке нефти в США успешно проходит модернизацию, увеличивая свою пропускную способность. Американскую добычу нефти долгое время сдерживала лишь диаметр трубопровода. Водопад продаж на фондовом рынке США привел к падению основных индексов на более чем 3% во вторник. Поведение рынков резко контрастирует с предположением, что сделка Трампа с китайским премьером сохранит перспективы глобального роста. Продажи отражают низкие ожидания рынков относительно первичных эффективных договоренностей между США и Китаем. И слабую надежду, что трехмесячная отсрочка позволит странам выработать всеобъемлющее соглашение. При этом доходность на рынке облигаций снизилась. Это видно из доходности по десятилетним казначейским облигациям, которые практически обрушились с начала декабря. И вот здесь наблюдаются повышенные темпы снижения. Они уже достигли уровня 2,9%. Это говорит о смене предпочтений инвесторов в пользу фиксированной доходности, в пользу безрисковых активов из-за разочарования в перспективах роста и доходности акций. Трамп во вторник преградил ввести существенные тарифы на китайские товары, если Биодом не сможет исполнить предварительные договоренности с Пкином. В свою очередь, китайские официальные лица поспешили заверить, что предварительные меры по ослаблению торговой напряженности будут реализованы в ближайшее время. Например, будут увеличены объемы закупок сельскохозяйственных товаров из США. По некоторым данным, также китайский нефтяной гигант ЮНИПЭК может возобновить покупки американской нефти до марта этого года, так как договоренности на саммите в Аргентине снижают вероятность введения тарифов на импорт энергоносителей. Тревожные новости также поступили с экономики Австралии в среду. Выпуск Австралийский замедлился в целых 0,8% в квартальном выражении по сравнению с прошлым годом, таким образом не отстав от прогнозов. Астроном Гастерс является основным торговым партнером в Китае, поэтому естественные экономические проблемы в китайской экономике будут воль-неволь отражаться также на австралийском росте. Австралийский доллар урохнул на 0,68% против доллара, отражая ожидания рынков относительно политики РБА, Резервного банка Австралии, который, вероятно, сдвинет момент повышения ставок лишь на конец 2019 года или даже, может быть, на 2020 год. Фунт Серлинг снизился во вторник после того, как Тереза Мэй проиграла голосование по Brexit и пригрозила, что если правительство откажется сотрудничать, то Британия выйдет из ЕС либо без сделки, либо и вовсе будет проведен второй референдум по выходу из ЕС. Шансы на которые резко снизятся, если вот такой исход будет реализован на практике. Ключевое голосование парламента по плану выхода из ЕС пройдет 13-14 декабря, и Мэй, скорее всего, не наберет нужное количество голосов. Цель по фунт-доллару сейчас остается уровень 1.25, так как вместе с ростом пессимизма относительно глобального роста у фунта мало перспектив к укреплению, как раз-таки из-за политических трудностей. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу. Субтитры сделал DimaTorzok